Я не знаю, поверите вы мне или нет, но я снова в Москве. Была я в Тбилиси всего два дня, и мы снова купили мне билеты в Москву, чтобы я попробовала поставить себе Шенген. Поэтому я здесь на две недели сижу, жду, какой будет вердикт. На самом деле, правда, подустала от этих перелетов, и мы смеялись до этого, что я так часто летаю, и, наверное, уже должна знать всех сотрудников лицо, которые вот в аэропорту работают. И смешно, что действительно там попадались мне одни и те же люди. Ой, поэтому это было забавно. Я вообще заметила, что то время, пока я здесь, мне довольно скучно, потому что я вот в полной мере осознала, насколько я сильно люблю свою домашнюю рутину, как я люблю заниматься домом, как меня вообще наполняет каждое мое утро, потому что я его как-то так простроила, что я очень люблю абсолютно вот все, что я делаю по утрам. Но из плюсов здесь я развлекаюсь с озоном. Конечно, это настолько потрясающая вещь. Очень жалко, что его нет в Тбилиси. Поэтому я там назаказывала себе всяких штук для органайзинга. И, кстати, еще одна была классная покупка. Сейчас я ее покажу. И тут у нас вот такой вот пакетик. Смотрелась на эту сумку в Инстаграме. На эту сумку в Инстаграме. Она мне показалась настолько удобной. Она вместительная, красивая. И с ней вот должно быть очень комфортно путешествовать. Я не буду томить. Вот она. Она правда огромная внутри, хотя это средний размер. Не знаю, она вот рядом со мной выглядит вот так. Но самое главное это то, что в нее помещается компьютер, что уже говорит о ее вместительности. Понятное дело, я ее уже вскрыла. Тут лежат всякие мои вещи. Ну, еще классно, что в комплекте шел такой вот большой пыльник, в который тоже можно складывать потом всякие вещи. Короче, классная сумка. Мне очень нравится, что у нее есть еще такой ремешок. Можно носить абсолютно по-разному. Мне, кстати, больше нравится ее носить этой стороной. Вот так вот она выглядит. Я так давно мечтала об органайзере для складывания вещей в чемодан. Вот поэтому купила. Я уже жду, когда я буду улетать и собирать вот с этой штукой свой чемодан. Многие из вас уже знают, что я очень сильно люблю пить смузи по утрам. Поэтому я заказала в Москве вот такой веганский пыльник. Кстати, он мне очень понравился со вкусом шоколада. Не остается никаких комочков, что часто свойственным протеином. Заказала арахисовую пасту. И я очень люблю молоко с фундуком. Я в гости к подружке. Она у меня завела собаку. Ой, очень интересно посмотреть. Я хочу собаку смотреть. Твой аутфит я не показываю. Нормальный очень. Очень красивый. Кто пришел? Юки. Кто пришел? Тетя Юля пришла. Тетя Юля. Да, она явно не так. Кстати, если что, ее зовут Юки. Она японский шпиц. Еще у нее немножко сыпятся волосы. Сколько я уже? Четыре или три? Три месяца. Три месяца. Это вот двенадцатого день рождения. Да, да, да. Двадцать тревет. Двадцать тревет. Место. Пойдем. Место. Место. Продолжение следует... Ну что, я наконец-то дома, если бы вы знали, насколько я рада приехать. Я уже говорила, насколько сильно я соскучилась по своей рутине, поэтому я сейчас получаю какое-то невероятное удовольствие от нашей квартиры, от быта, и вот от этого вот всего. Просто получается, что я прилетала в Москву, когда там три недели назад провела там шесть дней, потом я прилетела на два дня в Тбилиси, и потом еще на две недели я прилетела опять в Москву. Вот, так что я очень соскучилась по мужу, по собаке. Так, я рассказывала про визу, и в принципе в этом заключалась моя цель поездки в Москву, потому что из Тбилиси нельзя ничего себе оформить, поэтому надо было ехать туда, подаваться, а потом рассмотрение в испанском посольстве, примерно там 8-9 рабочих дней. Но я не буду долго томить, визу мне не дали. Сначала я расстроилась, потом как-то порефлексировала на эту тему, кажется, поняла, с чем это связано, поэтому я не расстраиваюсь. И моя любимая фраза «Все, что не делается, оно к лучшему». Вообще, мне кажется, это такая, ну, довольно необычная ситуация, потому что, кто знает, испанцы крайне редко отказывают, плюс я... Ну, у меня есть достаточное количество шенгенов в паспорте, но мы это все делали через агентство, которое, в принципе, можно сказать, не дешевое было. Вот, они собирали все документы, которые были нужны, то есть это билеты, бронеотелей. В общем, в причине отказа было написано, что там им не понравилась моя цель поездки, им не понравились эти документы, поэтому можно было бы это все свалить на контору, которая занималась моими документами, но мне кажется, что там что-то, наверное, более глубокое. Из плюсов я вот как раз переоценила свою жизнь, насколько я люблю... Насколько я люблю то, что меня окружает, и насколько я благодарна за то, что я имею. И еще хорошо, что я смогла посетить разных моих врачей, сходить на чекапы, вот, поэтому я этим очень довольна. Из обычных новостей и из планов сегодня я хотела, может быть, доехать до Зары. Я все надеюсь, что у нас наступит весна и будет тепло, поэтому купить какую-нибудь такую базовую, более легкую одежду. И завтра я иду, надеюсь, что я дойду, потому что чувствую себя как-то немного странным. Может быть, это акклиматизация, может что-нибудь еще. Но я записана на тонирование волос, потому что прошло уже, по-моему, ну точно больше двух месяцев, и цвет так... Ну иди сюда. В общем, цвет у меня немножко смылся. Вот, так что дойду, надеюсь. И буду всем довольна. Хороший лунный день. Моя любимая рубрика «Градская сумасшедшая». Кстати, еще забыла сказать, заполняю теперь дневник благодарности после того, как почитала книжку. Я о ней рассказывала в прошлом блоге, она называется «Накопительный эффект». Просто автор приводил очень классный пример, то есть книга не об этом, просто мне очень понравился абзац, где он рассказывал про то, как влияют эти дневники. В общем, пример, который описывался в этой книге, заключался в том, что автор решил каждый день писать какую-то благодарность своей жене, там, какие-то бытовые, в общем, абсолютно разные. Начал отслеживать, насколько сильно у него меняется отношение к жене, и, соответственно, жена тоже стала к нему относиться совершенно по-другому. Их отношения, там, стали наполняться большим каким-то пониманием, любовью, гармонией. Поэтому я подумала, что было бы классно записывать просто какую-то благодарность, там, или несколько, сколько мне придет в голову каждому моему прожитому дню. И какой-нибудь благодарность своему мужу хуже точно не станет. Занимает у меня это 5 минут в день, поэтому вот через полгода будет классно как-то вот отследить тоже, поменялось что-то или нет. Но пока мне нравится, потому что у тебя сразу поднимается настроение, заполняю, когда дневник сразу, не знаю, с какой-то теплотой каждый день у меня начинает ассоциироваться. Молочки, привет! Ты даже не встречаешь? Совсем обленилась. Ты просто спишь, сторож. И тебе привет. Слушайте, ну я бы назвала свой шоппинг очень удачным. Во-первых, я купила все, что хотела, а во-вторых, сколько? Я была в торговом центре полчаса. С учетом того, что надо было поменять деньги, сходить, ну дойти до всех магазинов, выбрать это и примерить. Поэтому просто идеально. Так, в общем, я купила четыре платья и один боди. Это какой-то был limited edition, вроде у Zara. Мне очень понравился цвет. Платья вот такого типа, они для меня как лосины, топы, просто вот такая база, которая очень удобная. Очень я такое люблю. И одно платье, оно такое относительно нарядное. Так, а ты можешь, пожалуйста, встать с моих вещей? В общем, вот это такое нарядное. И я сейчас парочку, наверное, примерю и покажу, как они выглядят. Если что, вот эти два из пломбир и вот эти вот три позиции из Zara. Итак, первый лот. Это платье из Zara. Мне очень понравилось, как оно сел. Оно, конечно, очень нарядное, но все равно красивое. Следующее платье у нас выглядит вот таким вот образом. Мне понравилось то, что у него есть вырез, что красиво подчеркивает талию. И тут довольно нарядная спина, но мне сейчас было лень все это дело завязывать. Ну и последнее платье, черное, точно такое же. Это плот уже из булумбир. Очень такое простое, красивое платье. Длинное, тоже хорошо сидит. Ой, люблю я такие вещи. Ну и вот так выглядит боди. Очень красивый цвет. Он какой-то грязный, синий, серый. Прикольно, наверное, будет выглядеть с белыми джинсами молочными. В общем, на этом моменте шопинг заканчивается. Ну что, я покрасилась. Привет, киса. Ой, разноцветные глазки. В общем, я довольна. Да, вот еще раз цвет. Музыка. Музыка. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я сама очень расстраивалась, когда пропала на две недели, но у меня, к сожалению, не было вообще возможности снимать в Москве. Но я очень соскучилась. Буду очень рада какой-то вашей обратной связи. Скучали ли вы тоже? И я буду стараться ни в коем случае не пропускать видео каждый четверг. Всё, до новых встреч. Пока-пока.